Один из самых красивых фруктов – гранат. Он традиционно считается и одним из самых полезных. Например, как только у кого-то, особенно у женщин, возникает проблема с гемоглобином, они тут же идут и покупают гранатовый сок. Хотя на самом деле против анемии есть и средства поэффективнее. Правда и вымысел о гранате в нашем расследовании недели. Когда гранат созревает на ветке, он иногда аж трескается изнутри, показывая все свои рубиновые сокровища. Если в руках есть фотоаппарат, хочется снимать и снимать. Откуда же берутся те гранаты, которые у нас продают зимой? А вот, например, отсюда, из Израиля. Это самый распространенный из местных сортов. Израильская гордость. Гранат – вандерфул, значит, чудесный. С ботанической точки зрения плоды гранатового дерева считаются разновидностью ягод. Дикие были мелкими. Такие сорта во многих южных странах по-прежнему выращивают просто для красоты. А вот эти, специально выведенные селекционерами ягодки, вырастают весом в килограмм и даже больше. Если вы хотите узнать, пора уже собирать урожай или еще нет, то просто идите по плантации и, не боясь запачкаться, пробуйте все гранаты подряд. Менеджер компании по выращиванию гранатов Нир Сегеф с невероятно серьезным выражением лица разделывает одну за другой эти сочные бомбы. Дает советы, как отличить хороший гранат от плохого. Тот, что красивее, не всегда вкуснее. Видите? Хороший гранат должен быть не с дряблой, а с тугой кожицей и довольно тяжелой. Кстати, не повреждать плоды во время сбора урожая здесь помогают вот такие машины с мягкими резиновыми, как бы пальцами, которые везут гранаты по конвейеру и складывают в ящики. Сам комбайн медленно, но непрерывно едет, и в него все время подкладывают плоды работники. В основном тут трудятся арабы из окрестных деревень. Сектор газа от этой плантации меньше, чем в полукилометре, и географически местность является частью пустыни Негеф. Но даже в таком засушливом районе израильтяне благодаря своим технологиям умудряются выращивать весьма конкурентоспособный товар, которым очень гордятся. Говорят, что их гранаты и крупные, и красивые, и хранятся хорошо, и сочные они невероятно. Посмотрите на мою руку. Сколько сока! На мое провокационное замечание, что пробовал я в России и более сладкие гранаты, например, азербайджанские, НИР отвечает как настоящий специалист по продажам. Не ругает конкурентов, а придумывает, как похвалить свое. У коллег из Азербайджана прекрасный товар, я их очень уважаю, но хочу вам сказать свое мнение. У нас тоже есть другие, более сладкие сорта, но мне они кажутся скучными. Их спустя какое-то время становится просто неинтересно есть. В Израиле зернышки граната добавляют во все возможные блюда. И в салаты, и в хумус, и в пасту из баклажанов. Говорят даже, что в каждом гранате ровно 613 зернышек по числу заповедей в Торе. Считал ли кто-то, на самом деле, я вам точно не скажу, но вот то, что наука хорошо изучила медицинские свойства граната, знаю определенно. Доктор Михаэль Аверам из Технологического института в Хайфе посвятил этому больше 20 лет работы. То, что открыл доктор Аверам, очень отличается от наших привычных представлений. Мы ведь всегда думаем, что гранат ценен прежде всего железом. Вот и большой поклонник израильской кухни, актер и телеведущий Михаил Ширвиндт так думает. По железу он сопоставим с автомобилем, по количеству железа. Только автомобиль вредно есть, а гранат одно здоровье. Все так, но не совсем. Гинекологи и правда нередко рекомендуют женщинам включать в рацион гранат или его сок, прежде всего при заболеваниях или вмешательствах, которые сопровождаются обильной кровопотерей. Но делается это вовсе не ради железа. Оно в гранате находится в труднодоступной для организма форме. И мясо или печень поднимут гемоглобин гораздо более эффективно, не говоря уже о специальных препаратах. Роль граната – поднимать общий тонус организма благодаря витаминам и аминокислотам. Именно это помогает в итоге справиться с анемией. То есть если вы выпьете стакан гранатового сока или два стакана гранатового сока, гемоглобин у вас на 10 позиций не поднимется. Мы своим пациентам это объясняем, что это длительный курс, но длительный курс именно той субстанции, которая близка к человеческому организму. Акушер-гинеколог Камиль Бахтияров говорит, что всегда отговаривает пациенток от бездумного приобретения и употребления гранатового сока, если вдруг у них снизился гемоглобин. С причинами анемии надо разбираться вместе со специалистом, особенно если женщина беременна. Ведь гранатовый сок может и навредить. Он способен вызывать запоры, а в чистом виде небезопасен для желудка, лучше разбавлять один к трем водой. И вот если соблюсти все эти предосторожности и не ждать немедленного результата, тогда гранат и покажет, на что он на самом деле способен. Мы изучили около ста различных фруктов, овощей и ягод, богатых антиоксидантами, то есть способных останавливать старение и делать организм здоровее. И оказалось, что в этом смысле нет ничего сильнее граната. Доктор Аверам показывает графики, на которых сравнивается сила гранатов, голубики, красного вина и других известных антиоксидантных продуктов. Видно, что в гранате и концентрация этой пользы больше, и сама по себе она гораздо мощнее, чем у других. Пуникалагин – так называется вещество из группы полифенолов, которое и отвечает за всю эту магию. Оно, названное в честь латинского имени граната «пуника гранатум», понижает уровень холестерина и препятствует его окислению, стимулирует выработку ферментов печени, которые расщепляют жиры и тормозят образование бляшек на стенках сосудов. Гранат – настоящий спаситель наших сердец. Ученые, кстати, сделали уже и концентрированный пуникалагин в виде добавки. Ее преимущество в том, что сюда попадает полезное вещество из пленок, обычно выбрасываемых без дела. Одна такая таблетка равна половине стакана гранатового сока. В ней содержится один грамм полифенолов. Так что лучше, пить сок или принимать таблетки? А это уже каждый решает сам. Кому-то не нравится сам вкус граната. Или, например, хороший сок не всегда можно получить. Доктор Аверам особо обращает внимание, что при изготовлении и хранении гранатового сока полезный пуникалагин, как правило, сохраняется без проблем. Важно только, чтобы сок этот был качественным и на самом деле гранатовым. Интересно, а что у нас продают в бутылках? Чтобы выяснить все досконально, мы отправились в Закавказье, откуда в основном к нам и поставляют гранатовый сок. Мы находимся в краю хурмы и гранатов. На берегах Сивана, у подножья Арарата, мы в Армении. Гранат здесь символизирует плодородие и богатство, поэтому найти его можно буквально повсюду. Каждая семья старается посадить хотя бы один кустик в своем саду. У фермера Михаэла Бодоляна целая плантация, которая орошается специально проведенным сюда горным ручьем. Хозяин, как положено, гордится своим товаром. Вы пробовали в магазине импортные гранаты, которые из разных южных стран, там, далеких привозят? Ну, вид хороший, там вкус нету. Импортные товары, ну, и вкусные. Это вкуснее, чем тут. Настоящий культ гранатов и в соседнем Азербайджане. Изображения плодов и деревьев встречаются тут на старинных мозаиках ханских дворцов. А чуть ли не каждое второе женское имя имеет корень Нар, что означает гранат. Ежегодно в конце октября, когда заканчивается сбор урожая, вся страна отмечает масштабный праздник этой коронованной ягоды. Центр торжеств – город Гюйчай, вокруг которого и расположены самые большие плантации гранатов. Как говорят местные жители, тут выращивают все известные сорта, а их больше сотни. Некоторые специально выведены, чтобы делать сок. Этот сорт называется баламур сали. Видите, у него большие зерна. Здесь до 40% сока. Зерна перед закладкой в пресс надо тщательно очистить от кожуры и пленок, иначе они дадут соку ненужную горечь. Дальше происходит, собственно, таинство отжимания сока. Из оставшихся косточек потом добывают ценное масло, а сам сок отправляется на пастеризацию и розлив. Лучшей тарой считается стекло. Витамины, накопленные в этих соках, они сохраняются, потому что сохраняются в том смысле, что там не меняется цвет, называемые антицианы остаются. Так все должно быть в идеале. Но что реально можно найти на прилавках российских магазинов? Ведь некоторые соки делаются разбавлением заготовленного сиропа. Они называются восстановленными. Как у них насчет пользы? Мы сдали на исследование в лабораторию пять образцов популярных марок. Свел, Я, Риоба, Нар и Легрант. Какие из них эксперты назвали не очень качественными? И как отличить подделку? Ответ во второй части программы. Также вы узнаете, как в домашних условиях лучше всего чистить этот трудный плод. Может ли поедание гранатовых зерен с косточками вызвать аппендицит? Что за гранаты появились в продаже с надписью «без косточек»? Как их получают? И сладкий соус «Наршараб». Мы увидим, как его варят в Азербайджане из гранатового сока. Будет красиво! В эфире «Еда живая и мертвая» – программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Гранат. Что интересного можно с ним приготовить? И так ли он хорош для здоровья, как принято считать? Это тема расследования недели. И вот его завершающая часть. В начале программы мы развеяли миф о том, что гранат – один из лучших пищевых источников железа. Наука говорит, что из мяса или печени оно усваивается гораздо лучше. Но гранат действительно очень полезен для здоровья, потому что содержит много витаминов, и, главное, продлевающих жизнь полифенольных антиоксидантов, которые защищают сердце и сосуды. Важно, что даже в длительно хранящемся соке эти вещества сохраняются. Но только вопрос – а сок ли нам продают? Эксперты говорят, что не всегда. Доктор наук, известный пищевой технолог Александр Колеснов работает с соками уже не один десяток лет. Он показывает простой эксперимент, который помогает иногда обнаружить подделку. По крайней мере, один из довольно распространенных ее видов. Вот, к сожалению, используется такой способ фальсификации, как подкрашивание красителями. Вот этот вид фальсификации можно выявить в домашних условиях путем подчелачивания продукта. Достаточно добавить ложку обычной соды. Если сок был подкрашен искусственно, его цвет в этой щелочной среде не изменится. Совсем другая картина, если сок натуральный. Наша любимая энтоцианина отвечает за изменения окраски. В щелочных условиях они меняют свой естественный цвет на другой. Если окраска не изменится, значит, продукт содержит искусственный краситель, что делает его фальсификат. Напомню, мы сдали на исследование пять образцов гранатового сока разных производителей. Это соки, восстановленные и прямого отжима. Свелл, Я, Риоба, Нар и Легрант. Наша цель – выяснить, действительно ли это сок, или что-то другое? Замер важнейшего показателя содержания растворимых сухих веществ дал неутешительный результат. До норматива – 14%. Пусть немного, но не дотянули сразу три из пяти образцов. Восстановленный Легрант с добавлением сока прямого отжима – 13,3%. Сок, восстановленный Я – 12,8%. И сок прямого отжима – Нар – всего 12,4% сухих веществ. Это означает, что в продукт могла быть добавлена вода, либо нарушен технологический режим производства. Нарушения, впрочем, не фатальные. Во всех пяти случаях это действительно оказался гранатовый сок. Да и вообще, доля фальсификата на рынке за последние годы, по словам экспертов, сильно уменьшилась. Ну, если раньше в литературе можно было встретить данные о том, что около 90% гранатовых соков, которые предлагаются на российском бенке, являются фальсифицированными, то сейчас я бы все-таки говорил о цифрах на уровне 30-50%. Еще пара вопросов про гранат. Вот, например, правда ли, как пугали нас в детстве, от проглатывания его косточек может быть аппендицит? Некоторые боятся этого и сейчас. Даже косточки выплевывают. Нет, 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 у меня аппендикс еще есть, мне не хочется его терять. Пускай он еще со мной побудет. У нас есть хорошая новость. Современная наука говорит, что никакой связи между косточками граната и аппендицитом нет вообще, как принято сейчас говорить, от слова совсем. Наверное, кто-то думает, что аппендикс – это орган, через который вот эти косточки вот так проходят. Они же туда не попадают. Если инфекции нет, то аппендикс прекрасно справляется со своей работой. Есть или не есть косточки – это дело вкуса и привычки. Многие, наоборот, их любят. Я знаю, что свойство косточка очень полезно, и я спокойно могу есть гранат с косточками. Именно с детства я помню именно вкус, когда я ела именно с косточками. Я не понимаю, как его можно есть по-другому, потому что для меня это тоже колоссальное удовольствие именно похрустеть гранатом. И вообще я считаю, что вот косточки, когда ты ешь, это здорово очищает организм, причем абсолютно естественным путем. И насчет пользы – это правда. Если нет каких-то особенных проблем с желудочно-кишечным трактом, то вреда от косточек не будет. Наоборот, они улучшают перистальтику – сократительную активность кишечника. Ну а если вкус не нравится, то селекционеры создали кое-что и на этот случай. В последнее время продаются уже очищенные гранаты без косточек, и его прям ложками. Это очень хорошо и полезно. Так называемые гранаты без косточек на самом деле косточки содержат. Просто они мягкие. Таковы особенности этих модных, не так давно выведенных сортов. Выращивают их в основном в Америке, Испании, Израиле. Узнать такие гранаты иногда можно по более светлой или желтоватой кожуре. Но чаще всего то, что они без косточек, прямо написано на ценнике. Кстати, важный жизненный вопрос. Как проще всего разделать купленный гранат? Процесс это, как верно замечает писательница Дарья Донцова, малоприятный. Основная моя задача поймать мужа, всунуть ему гранат и жалобным-жалобным голосом, знаете, такого ребенка на морозе, сказать ему, папочка дорогой, ты же почистишь мне гранатик. Есть решение. Налейте в миску воды, отрежьте у граната верхушку, сделайте небольшие надрезы по всей окружности, разломите и постучите ложкой по основанию. Уберите всплывшие пленки, слейте воду, можно есть. Или украшать этими зернами салаты и другие блюда. А в Азербайджане из гранатов, кроме сока, делают еще и легендарный кисло-сладкий соус наршарап. Его традиционно готовит старшая женщина в семье. Я родом из села Быгыр. В Азербайджане эта местность считается родиной граната. Для своей семьи я готовлю наршарап уже 25 лет. Меня этому научила моя мама, а ее моя бабушка. Процесс занимает несколько часов. Каждое зернышко тщательно очищают от пленок. Всю массу уваривают, затем протирают через сито. Получившийся сок еще раз ставят на огонь, где он медленно загустевает. Соль или сахар чаще всего не добавляют. Весь вкус наршарапа уже сконцентрирован в этом рубиновом наваре. Видите, если две последние капли медленно вот так стекают и сливаются вместе, значит наршарап готов. Мы даже не будем говорить про осетрину, но и к блюдам из птицы или мяса. Наршарап – это самое оно. Легкая кислинка со сладостью. Я лично такое очень люблю и иногда даже покупаю в Москве готовый наршарап в бутылках. Считается, кстати, что фруктовые кислоты из этого соуса или из самого фрукта помогают переваривать мясо. Вообще, как мы выяснили, гранат – штука весьма интересная и разноплановая. Мы еще не сказали о том, что его корки можно заваривать вместо чая. Такой напиток, например, обладает закрепляющим действием при расстройстве кишечника. Так что гранат в буквальном смысле хорош со всех сторон. Красивый, вкусный и очень полезный. Главное, прислушивайтесь к своему желудку. Если для вас эти зерна или сок слишком кислые, не стоит есть их много. Ведь яд от лекарства, как известно, отличает лишь доза.